опять украл мой тапок вот как вы думаете он сегодня целый день проорал там под крышей мало того вечером позвонил мне костя уже был 8 наверное 9 час уже был и мы с ним разговариваем я слышу что он орет где-то и какие-то звуки странные смотрю а он с этой крыши прыгнул на окно вот мое на кухне и на сетке висит ну сетка-то от комаров боже ж ты мой я говорю кости он же сейчас упадет нафиг вместе с этой сеткой ну темно вот не вижу короче потом все-таки я поговорила вышла на улицу кричу бежит очумевший но ведь он же как-то слезает оттуда что ж он орет то весь день он пришел поел поиграл мячиком да и валяемся вот не знаю вот для меня это прям загадка зачем он туда залезает каждый день и и потом орет оттуда по несколько часов жалко он не умеет говорить меня прям так интересует этот вот вопрос зачем вырос длиннющий глупый просто ну что я готова вам показать бутылочки свои давайте сначала вот эту покажу вот такой получился морской монстр осьминог рыбка и вот это у меня давно лежит такая штука керамическая это когда-то была тарелка с такими раками и она разбилась вот и у него отвалился хвост ну прям разбился хвост в дребезги я его вклеила в ракушку вот пригодился вот так что вот такая красота 我是 у меня Holons мне самой нравится вот честно я люблю такие вещи ну это вот вчерашняя бутылка намут Потому что фон тёмный получился. Краска, которую я сначала покрасила, она почему-то стала слезать. Я просто засыпала блёстками, а они темноватые. Но всё равно интересные. А вот это, вы скажете, по цвету не подходит на горлышке. Зато это настоящие водоросли, которые на солнце высохли и выгорели. Собственно говоря, можно и поменять. Ну, пусть так постоит. Эпопея с электриками продолжается. Я вам в понедельник говорила, что вот должны приехать электрики с РЭСа. Позвонила, сказали нет, в среду. Сегодня в среду с утра я позвонила, сказала, да, ждите. Время полчетвёртого. Сейчас звоню. Нет, в понедельник. И вот так всё и всегда тут. А я потеряла целый день. Я никак не могу до СДЭКа доехать. У меня ещё подагра разыгралась тут так, что мама не горюй, всю ночь не спала. Вот так вот. Целый день потеряла. Мяукает. Как всегда, под крышей. Макс, твою ж мать! Вот тебе не стыдно? Каждый день я снимаю, как ты орёшь под крышей. Что? Вылупивших глаза. Что? Слезай. Хватит орать, людей распугивать. Хватит. Каждый день одно и то же. Я не могу уже. Очень просто. Вчера висел вот на этой сетке на окне. Вечером. Висел и орал. А потом пришёл как... Ну вот как ни в чём не бывало. Пришёл домой есть. Не знаю, вот до какого часа СДЭК работает. Позвонила Толику. Во время уже без пятнадцати четыре. Вот, видите, какая я модная хожу. Ну, сейчас поеду, узнаю. Ну, магазин надо. Хоть нога болит, распухла вся, еле в ботинок засунула. А есть всё равно хочется. А ещё, когда сидишь дома, это вот просто какой-то... Так и тянет к холодильнику. Да и кот почти всю еду съел свою. Чуть-чуть осталось, надо купить. Молоко кончилось, овощи кончились. Просидела, прождала, блин, этих электриков. Сегодня же цыганский рынок был с утра. Всё пропустила. Такое отношение ко всему. Я говорю, куда ни ткнись. Ужас. Ну, где Толик-то? Сейчас приеду. Сам слышно, что сидит, жуёт, и телевизор работает. Значит, дома пока доедет. Я боюсь, что с дек до четырёх. Если до пяти, то хорошо успею. Ну, ладно, посмотрим, мой день сегодня или нет. Слушайте, столько машин вот этих огромных. Это всё соленевки. Всё там что-то строят, делают. Едет лягушонка в коробчонке. Смотрите, какие тыквы шикарные. Ой, просто. Вон, видите, уже пятый час, а ещё не все уехали с цыганского рынка. Ёлки продают. Я чё-то не обратила внимания. Ёлки тут дефицит. Обычно сосны наряжают. Стали ёлки привозить. Вот, а я жду Толика. Ещё она. Яблочки. Яблочки, мандаринки, чесночку, лучку, молочка, коту еду, сыр. Ну, в общем, всякое масло растительное. В общем, всё, что кончилось. Никак не получается прожить без продуктов. Ну, никак. Хочется сэкономить, думаешь, ехать же в Питер надо. А всё равно без еды не обойдёшься. Без чего-то можно обойтись. А без этого, ну, никак. Вот Олик же меня привёз. Ну, ему же надо ещё успеть денег заработать. Он умотал, пока я ходила в магазины. И вот теперь стою, его жду. Коммерсант. Молодец. Вот мужику 69 лет. Он тут зарабатывает и зарабатывает. И крутится, и крутится. Да. Пойду спрошу, почём ёлки. Это прямо интересно. Ёлочки 350 рублей метр. Ну, хорошие ёлочки. Сумки бросила, ушла. Коммунизм. Так, надо ему позвонить, а то он меня поедет к магазину искать. А я на дороге. Доброе утро, мои дорогие. Вот видите у нас, какая температурка-то. Ага. Так, а кто это бежит? А кто это прибежал? Опять под крышу полезешь? Так. Ну что, небо серое. Ну, ветра нет. Уже хорошо. Так. Предвижу вопрос. Что я получала вчера в СДЭКе? Получала я сахар мерить. Саша, дочка, меня прислала. Вот. Сегодня у меня 5,7. Что говорит о том, что я молодец. Ну, вот позавтраку, ещё раз смерю, посмотрим. Ну, я стараюсь, конечно. Ну, чего ж. Стараюсь. Наваяла вот вчера. Вот такой чокер на шею из родонита. Вот я уже говорила, ну, уж постоянно говорю. Я не люблю яркие. А вот такие вот мне прям душу греют. Очень люблю вот такие неяркие украшения. Такие какие-то благородные. Ой, надо сегодня показать вам на манекене и шарфы, которые я сделала. Украшений-то мало. Два всего. Ну, вот такой шарфик. Очень мне нравится эта расцветка. Прям очень нравится. Фурнитура под золото. Бусинки вот эти стеклянные под хрусталик. Вот такой вот нежный прям нравится. Сейчас понятно. Нет спроса на шарфы, но будем ждать весну. Я надеюсь, что еще в Питере куплю шарфиков. Будет ничем до весны заняться. Вот такое колье длинное. Сердолик. Огромный. Ну, и тут тоже сердолика. Тут разные тут бусины. Меня поправляли уже несколько раз. Это сатуар. Нет, это не сатуар. Это просто длинное украшение. Сатуар от метр двадцать до метр восемьдесят длиной. С французского он переводится через плечо. Это должны быть очень длинные бусы, скажем так. Мне самой ух режет, когда многие рукодельницы делают вот такой вот длинный украшение и называют это сатуаром. что делать? Не все знают, видимо. Но я считаю, что если вы этим занимаетесь, надо интересоваться, что, как и почему называется. вот такой яркий шарф. Бусины я обвязывала бисером. Фурнитура под бронзу. весной будет замечательно смотреться. вот такой чокер из родонита. Каучук тут. Застежка лебедь. Очень она удобная. Без всякой помощи можно застегнуть. Каучук я поставила здесь на шею, потому что очень тяжелая. если все сделать целиком из камня, очень будет тяжелая. А так нормально. Ну, и вот этот на сегодня последний шарф. такие бусины и листик. Тоже на мой взгляд очень нежный такой шарфик. Вообще это называется шарф колье. Ха-ха. Ну, и вот на этом я заканчиваю, мои дорогие. лしくи. А во л into в л л Субтитры подогнал «Симон»